Привет, народ! Привет, YouTube! Офер Абрамовна! Я с вами хочу обсудить проблему шарпаголизма. Как я уже отмечала, что блогеры для меня во многом являются наглядным пособием. Так жить не надо. Особенно, когда производят расхламление. Недавно производила эту процедуру Лена Хэппи. Периодически ее проводит Лена Тур. Лена Хэппи шмотками трясла, Тур трясет шмотками и косметикой. Какие у нее там, я не знаю, завалы. Еще очень любит такой вид деятельности, но даже скорее не расхламление, а там обновление, что ли. Можно назвать. Но опять же, это проявление шарпаголизма. Сродни алкогольной зависимости, шарпаголик эмоционально зависим от тех покупок, которые он совершает. А теперь еще одна беда пришла в наш дом, в Раис Захарн. Шарпаголизм интернетный. То есть, когда при помощи таймкиллеров, Озон, Яндекс, Лазберис, человек лежит, сидит, стоит, но как алкоголик выбирает то, что ему надо купить. Да, несомненно, что зачастую попадаются очень неплохие вещи с хорошими скидками. Это прекрасный вариант замены посещения огромных торговых центров, где устаешь как собака, которая набегалась. Но надо уметь вовремя останавливаться. И это, наверное, самое сложное. Научиться остановиться, как в еде. Научиться остановиться. Ломка. Все признаки стадии наркомании, алкоголизма присутствуют. Когда хочется нажать на кнопку, когда хочется присоединить еще, когда хочется поехать в торговый центр и обойти там все торговые залы. Здесь еще плюс поесть обязательно. Но как же без этого? У нас Елена Николаевна как едет в торговый центр Мега. Около ее дома. Все. Леруа Мерлен. И между ними кафе, потом Ашан. И, конечно же, без покупок. Но как выйти без покупок? Меня это удивляет, потому что в каждом большом магазине есть интернет-представительство. Тебе все привезут домой. Все, что захочешь. Еще и дадут скидок. Еще и поблагодарят. А ты еще и почитаешь отзывы. И сам напишешь отзывы. Новая социальная коммуникация такая. Но вот этот процесс щупинга, когда человек просто щупает, он получает от этого несравненное удовольствие. Именно на национальном уровне. Заметьте, что шопинг не так присущ мужчинам, как женщинам. Ну, типа мы должны красиво одеваться. Типа мы девочки. Любим шмоточки. Нужна косметика. Все верно. Но когда это вырастает неимоверное количество вещей, это просто ужас. Или как у Елены Николаевны. Желание подзаменить. Комод уже не тот. Елена Николаевна, это Ильичева, которая семья в городе, лайф. Комод уже не такой. Пол не такой. Поварешки не такие. Не так подходят. А тут дошла до того, что стиральная машинка не работает. Тоже надо подзаменить срочно. Это странное для меня немножко решение жизни. По той простой причине, что во время шоппинга тратится не только дикое количество сил, но и деньги. Вот посмотрите, Лена Хеппель поехала в Гудвиллу. Кто не знает, Гудвилл это такой магазин, где принимают бесплатно вещи бытового назначения и потом по копейшим ценам продают. И вместо того, чтобы просто приехать и сдать эту вещь в корзину огромную, что сделала Лена Хеппель? Она пошла обследовать Гудвилл. Ой, какой хорошенький магазинчик. Все по порядку. Да, хорошенький магазинчик. Колокольчики, тарелочки, куколька. Слушайте, ну это просто болезнь уже какая-то. Так же, как Виль, еще уйдет полируа Мерлен и тоже начинает все подряд щупать. Более того, все подряд щупает теперь еще и сын Митя. который Митрий. Надо, не надо. Щупинг. Потому что эмоциональная зависимость. Потому что они умеют получать удовольствие другого от жизни. К сожалению, вот эта зависимость, она очень плохо лечится. Более того, еще и болезненное это состояние сопровождается тратой материальных средств. Появляются новые, абсолютно ненужные, лишние вещи. Я уже говорила, почему я люблю интернет-магазины. По той простой причине, что я сначала накидаю в корзину, в электронную. акции надо брать. Акции надо брать. А вот два по цене одного надо брать. И потом, видишь, реальную сумму. Там, например, мои покупки на неделю, дней на пять составляют около двух тысяч рублей. когда полторы, но не больше. То есть, я себе поставила в голове лимит, что больше двух тысяч в неделю на интернет-покупки я потратить не могу. При учете того, что мы пытаемся, стараемся питаться качественно, мясом. Я очень многие вещи делаю сама. Нужно пельмени, пожалуйста, нужно варенье, нужно какие-то запеканки, ради бога. К тому же, сейчас мы перешли полностью на ЗОЖ. Это здоровый образ жизни. Я волевым там усилием это внедряю. Другого не получается. Дом была диабетика и гипсириоз. Надо, как говорится. Зелень, мелень и тому подобное. Все это можно выбрать. И вот из ключа, из корзины то, что мне не нужно, я существенно экономлю на этом. Потому что я думаю, ой, а это я зачем пила? Ой, батюшки, а это зачем? А это зачем? И вместо там двух тысяч получается, например, тысячи триста. Здорово, здорово. Это же самому я научил свою матушку, которая себе персонально какие-то там вкусняшки покупает или то, что хочется. ей, потому что я лично питаюсь два раза в день на интервальные голодания. Матушка питается около четырех-пяти, потому что она пьет герболайт у нее. Особую любовь к порошкам. Но вот это вот состояние эмоциональной зависимости от покупок это просто смертоубийство. Посмотрите у Ленина на скепе сколько новых вещей, которых она, по-моему, даже не помнила. Она вещи хранит годами, десятилетиями, возит из страны в сторону. Это я покупала еще в Москве. Я это еще поношу, поеду Европу. Отдавайте все лишнее. Не несите за собой груз. Вот чем мне нравится восточная философия, что они не окружают себя кучей кучей вещей. Или взять, к примеру, Ирину Хинди Лайф, которая живет святом для индусов, индийцев месте Путапарца. во шраме сатиса и бобы. Ну, рядом со шрамом. Конечно, в шраме никто не живет, кроме работников. Ирина как сумасшедшая женщина бегает по Мейн-базару по разным разным всевернятным лавкам искупает. Это надо, это надо, это надо, это надо. Поверьте, истинно верующий человек, он никогда не будет окружать себя материальным, особенно в Индии. А потому что она российское производство из России и верит в силу вещей. Были когда-то в СССР такие, знаете, философские измышления о вещизме. Почему-то их сравнивали с хан там вещь в себе. Там немножко другое, нельзя болеть с вещизмом. Были правы, вещизм вещь очень сложная. Покупайте только то, что вам необходимо. Покупайте то, что соответствует вашему размеру. Большое отказывайтесь, маленькое отказывайтесь, выросли, то есть располнили. Отдайте. Не жалеете вы это. Так что пользуйтесь интернетом, ходите в магазине, но включайте голову, потому что если посмотреть на все, что происходит у наших блогеров, думаешь, елы-палы, чтобы я так жила не на одну зарплату. всем пока. Пишите комментарии. субтитры